приветствую вас мои дорогие друзья вы как всегда на канале деревенская жизнь нуля в гостях у елены друзья мои я сегодня занимаюсь 14 сентября занимаюсь сбором семян перца этот раз хочу показать вам как я собираю перцы видите все тут у меня ну это я вчера печатали мы тарелочки в которых я высыпаю семена ну в общем сейчас по порядку покажу на улице конечно холодрига вот но в принципе красота все еще цветет я наблюдаю эту красоту и работаю значит я снимаю одновременно и фото и в разрезе взвесе и в разрезе вот посмотрите сюда какие перцы здесь посмотрите это одесский длинный какой же он вкусный посмотрите видите он раз и еще немножко и до локтя вот во весь во всю ширину почти этого таза посмотрите сюда какая здесь красота смотрите посмотрите на ромира посмотрите какой перец кто покупал у меня вообще никогда не пожалеет посмотрите какой он еще и толстый он стеночка толстая классный перец просто нет слов а это дорогие друзья и по испанский бык огромный перец а гру посмотрите какие у него стенки вы видите что здесь творится вот мой пальчик с пальца моего вот так на местами той шире вот такой шикарный перец вы не представляете какой я какой лечу я сделаю вот видите у меня заказ есть мне лечу и покупают еще девочка из москвы заказала 10 литров сока и лечу и соусы и вот я сейчас этим занимаюсь работой море значит вот на таких тарелочках я пока естественно я подписываю он под номером и название вот так вот вырезаю оставляю еще именно на вот этих вот штучках на ножках вот этих хвостиках они оттуда еще ну я так считаю я где-то видела давно и мама у меня так делала я считаю что это правильно питание значит завтра я их отсюда вытащу и оставлю на просушку не оставляю на просушку отсюда их вынимаю заливаю кладу их стакан воды заливаю и те что всплывут я выкидываю а те что на дне я вот на эту тарелочку выставляю их я не подсушивается это не так просто снимать семена не так просто и что я заметила в этом году почему-то на перцах мало семян вот так тоже вот такой я работой занимаюсь поэтому мой альбом мой каталог новинок и не новинок это не новинки я же повторяю вам что я восстановила коллекцию вот это же мои сорта которые есть каталоги вы заказывайте смело потому что семян не так много в этом году я по кусту посадила каждого но некоторые могут быть по два вот и естественно мы еще кушали я детям давала не буду же я соберу семена и найти вам обрезанный перец конечно же нет безусловно поэтому вы обязательно внизу сейчас в описании в верху вернее в описании под видео увидите мой телефон до ватсап писать мне на ватсап значит ниже вы увидите каталог семян да там у меня есть плейлист каталог семян есть ссылка рядышком есть ссылка на мою почту для заказа семян многие умеют там заказывать но в принципе заказывайте сейчас лучше на ватсап я решила чтобы все могли заказывать потому что не все могут с почтой не все себе заводят ее и так далее жаль сел но посмотрите что творится во вот какие огромные перцы видите и в разрезе это шикарный перчик просто шикарно видите он на кусту 1 может может быть вот таким а может быть еще и остреньким да вот он такой я просто удивлена вообще интересно видите он четырехгранный такой для салатов фаршировать конечно он огромный для салатов для лечо также посмотрите сюда 85 это сладкий фатьма тоже смотрите какой какой огромный тоже они разные были по длине и покороче но стенка очень толстая у него у этого тем более а золотой лопать вы уже видели это уже я снимаю который поменьше вот а так по идее то они были тоже длинные такие прямо вот они тоже четыре гранные четыре на четыре эти не знаю как называется как правильно сказать вот это такие вот и сзади меня стоят ящики так что я буду этим заниматься дорогие друзья будет обязательно с фото с описанием каждый сорт этот раз будет альбом вот но большого описания это вот вы видите какое здесь описание все дают урожай несмотря ни на что на эту погоду все прекрасно завязывают вот в этом году казалось бы вот и жара какая теплица у меня-то небольшая не фермерская две форточки с конца дверей нет у меня вот этих как на теплице виде какая холодрика у меня дверь закрыта очень холодно вот на улице всего лишь девять градусов а это утро ранее я просто уже я рано работаю чтоб успеть так что нет у меня таких автоматических форточек у перечной теплицы поэтому только именно только то что ты уже сам там сможешь проветрить именно двумя вот этими дверями пока по концам по старцов и форточки все и тем не менее я сумела вот такой урожай но это конечно дело конечно естественно завязываемость это да но еще очень важно здесь полив вот смотрите чтобы вы получили вот такой перец толстостенный такой классный каждый перец чтобы показал себя вам именно каким он должен быть вообще по описанию это знаете нужно поливать каждый раз говорю что перец это вам не томаты он поливается до последнего чтоб он набирался соку а солнышко дает ему как говорится румянец то есть спеет он под солнышком он пьет он же вот вот эту сочность вот эту толщину чтоб он налился до перец он из чего это берет конечно с воды если томатам нужно внимательнее с водой потому что они будут трескаться хотя они тоже с очень тоже водянистые то перец любит очень много воды любит дождевание понимаете летом я подходила и прям вот так вот их обмывала буквально вот в эту жару поливала и вечером и утром и только чуть позже артем уже сделал капельный полив вот это уже получается у нас в конце июля появился капельный полив потому что такая пошла жара и она пошла и пошла и и нам сказали что я будет очень много и до конца лета передали и все и мы решили приобрести вот это сделать вот но тем не менее я вам хочу сказать что полив должен быть если у вас нет дождевание если у вас вернее нет капельного полива дождевание под корень поливать вот в жару через день желательно поливать через день и до последнего вот вот этот мы снимаем следующий наливается поливаете и не надо сейчас собирать перец пока нет морозов холодно закрывайте теплицы и поливайте что он конечно теплой водой уже в теплице у меня стоят бочки уже холодно я не поливаю все лето я поливала и шланга уличного я вам про это уже говорила отливайте сейчас конечно через день не надо жары нет но чтобы водичка чтобы влажная почва была чтобы налился тот который вот еще у вас маленький а доспеет он дома положите с этими и доспеет всяко даже если он не совсем сильно поспеет вы его сможете употребить он вкусный будет он налитый сочный будет они вот такие вот манюзки вот эти я их вообще не собираю самые маленькие могу ну вот такие вот собрать чтобы потом вот просто в супчик для запаха а так он не вкусный он травянистый горький невкусные незачем его использовать ни в каких салатах ни в каких аджиках как говорят я не использую аджика но никакая вот с таким перцем но меня для меня так я не знаю как у вас не считаю нужным кушать вот эту зеленый непонятно что без вкуса мне даже запаха нет когда он совсем вот эти вот маленькие вот себе мне писали собирайте я вот собираю а я не собираю вот говорю как есть потому что не вижу смысла в них зачем у меня вот есть перец я наемся зачем я вот это вот буду есть я себе такого заморожу чем вот этот замороженный забью себе лайк который не имеет место уже заморозить тоже нужно место иметь поэтому неважно вот я себе на мороженого то я себе на закручиваю так это чем чуть-чуть показала я уже знаете сколько набрала и семян и сколько я уже сделала соус суга он есть у меня на канале переходите по ссылке внизу все ссылки на выпечку на заготовки на зиму все внизу есть нажимайте и переходите и вот хочу в этом видео еще знаете что сказать мои хорошие хочу сказать что канал вкусная минутка с еленой он у меня тоже не работает он так у меня не монетизировался и так и не пришел не пин код тоже то же самое то есть он еще не был у меня подключен потому что началась вот эта вот война когда вот у меня уже монетизировать можно а сейчас отключена монетизация и все и он у меня тоже до стоит поэтому все видео которые там есть на жесткий диск перезакачаем вчера с артемом размышляли и все мы их скачаем именно вот сюда заготовки на зиму а те которые я готовила выпечка идут вот во всех плейлистах выпечка второе первое блюдо все вот поэтому вот видите как получилось вот один вот этот будет он у меня не монетизируется я можно сказать так просто ради дружбы с вами выставляю и не пришел пин код уже вот с декабря месяца скоро будет год и я думаю не придется с этой войной все это доставляется из америки доставляется самолетом письмом на почту не домой не винтерны вернее не в интернет не на телефон ссылочка какой-то или еще что-то это приходит на почту по адресу мы все дороженьки избили по адресу и ничего мне еще не пришло 4 попытки у меня было четыре попытки я сделала отправила но вот уже четвертая попытка уже наверно 2 2 месяца он будет или 2 или второй пошел месяц полтора месяца да уже мне до сих пор он не пришел поэтому я так просто существую на youtube и благодаря тому что вы у меня есть и я иногда вам буду выпускать видео показать как что у меня и конечно же те кто у меня приобретает семена вот я буду выставлять вам вот вот что вот это мне не хочется оставлять вас просто будет меньше потому что у меня совершенно другая работающая есть и возможно что и зимой еще другая будет работа поэтому я вам честно скажу что видео 1 2 будет может быть зимой сейчас освобожусь от каталога сделаю видите сколько у меня еще за посмотрите сколько еще ничего не ушло все это сделаю в ноябре я думаю что уже будем вязать может что-то что-то придумаю что то будет это что будет то будет сейчас я не говорю но просто примерно делюсь с вами подумаю еще что и как а вот дзен у меня работает но как я вижу вы не особо и не охотно туда переходите вот ну это уже ваше дело вот там накапала на то что чтобы заплатить за интернет вот сейчас я даже не заходила но не смотрела там сколько еще накапала а прошлый месяц такой был поэтому если вы хотите чтобы я чаще и больше была с вами то смотрите пожалуйста меня на дзене вот на этом и будет лишь говорю мало видео так что подписываясь на дзен вам будут приходить оповещание что там выходит видео или же я вот сюда на канале буду писать вам коротенькое видео что вышло видео кто хочет посмотреть посмотрите переходите на дзен вот потому что все свои силы я хочу направить на то что приносит мне пользу и заработок я думаю что это все так до трудящийся достойна награда я всегда про это говорю это правильно все мои хорошенькие что будет у меня еще сегодня я обязательно вам покажу но сегодня целый день работаю дома безусловно на улице у меня там закрыта теплицы я работаю дома закатки сборка семян парвар и так далее вот так что мне не скучно говорю вам вот слушаю смотрю делаю вот но мне очень жалко как вы сейчас пойду у мамы попрошу этот ой-ой-ой-ой нет все батарейка села такой батарейки у меня нет наверно у мамы возьму так ну что я взяла у мамы взвесим вот посмотрите 264 грамма так я на семена собирая немножечко видите чуть-чуть подвялые а когда они сочные они весят больше смотрите 306 грамм повторюсь что они когда вяленькие вот я для семян вот лишь на вяленькие вот видите беру вот смотрите даже такие 214 грамм о какие красавчики ну-ка фатьма посмотрим фатьма у меня была первые фатьма была три штуки я сняла по 360 грамм можете себе представить фатьма вот этот 231 а вот такие вот меньше не было вот эти самые маленькие 159 грамм но они тоже классненькие смотрите какие и подвяленькие я беру так давайте тогда уже лапать лапать ну как всегда он самый маленький даже 214 как всегда как всегда вот такие они красотонные дорогие друзья так этот я вам это я снимала только фото вот двести восемьдесят пять грамм немножко подвялый а значит он он был у меня испанский бых до 400 400 был даже вот он двести пятьдесят четыре ромера и еще больше были так вот такие так что буду снимать дорогие друзья друзья мои не смогла вам не показать вот эту вкуснятину посмотрите какая толщина посмотрите с палец смотрите какая толщина вкуснятина просто неимоверная дорогие друзья просто неимоверная смотрите какая толщина это не перец это супер просто супер дорогие друзья всем советую оранжевый бык есть красный бык желтый бык у меня поэтому но на желтом желтый бык я посмотрю у меня получается что ну кушали срывала и для деток вообще мало семян друзья что еще хочу вам показать хочу показать вам сорт который мне достался я была в гостях у одних замечательных людей и у них был вот такой вот сорт перца и он меня просто удивил урожаем вот реально забит куст забитый куст у него есть вот и пошире вот такие и вот такие вот на кусту это армянский старинный сорт сказала женщина и вот я стала обладательницей двух семечек я вот его вырастила это армянский старинный сорт вот так называется какой же он вкусный не передать я вот сейчас вот откусила просто не не удержалась как конфетка сладкий дорогие друзья и очень такой смотрите 174 стенка у них тонкая у этих перчиков классная вообще слов нет и смотрите я нашла еще ой лапоть смотрите видите 254 золотой лапоть вот он еще какой еще один пошла забрала вот такой вот огромный сорт обожаю этот сорт дорогие друзья суперский так что заказывайте а этот сейчас вам еще хочу вот так вот прям не выключая сейчас вам чтобы посмотрели вот он сочный тоже стеночка прилично толстенькая не тонкая шикарный и еще у меня есть грузинский нос тоже шикарный сорт вот дорогие друзья вяленький я оставила тоже я под вяленький потому что грузинский нос вот этот я буду делать паприку сушить буду смотрите значит 0 154 грамма вот такой вот длинный он длинный такой но он тоже стеночка не тонкая как удувает у паприка вот меня сейчас другая будет паприка такая знаете действительно паприка такого цвета сам перец как вот продают цвет паприки такой еще я таким сортом я еще стала обладательницы шикарный сорт усыпана у меня в теплице прямо впереди был по левой стороне я вам его показывала часто вот так что вот такие вот так уберу сюда он можно его из всех узнать он вот здесь вот граф гофрированный и они прямо знаете вот прямо как сабли воткнутой и вот этого урожая армянского тоже не знаю как для него описание составить я вот составлю сама вот как вижу потому что но если будет в интернете этот сорт то описание найду если нет дам описание как он у меня рос еще хочу вам показать вот такую красоту это сорт оранжевый бананчик видите прям вот как паприку продают он такой вот оранжевый оранжевый такой такого цвета вот такого цвета и он очень вкусный очень сладкий вообще ну взвешивать тут я думаю что видите вяленые такие вот я собираю и убираю семена считаю что так лучше будем взвешивать так вот 28 грамм 25 у меня был 31 я уже снимала летом до было 31 это 19 в общем разные вот такие вот бананчики и действительно посмотрите как бананчики ровных нет совсем ровных нет они вот такие вот как бананчики скрученные вот такие вот туда видите вот такие очень вкусные паприка шикарная запекать их на костре тоже очень они сейчас секундочку они тоже друзья мои толстостенные сейчас вот я разрежу прям вот что мне нравится я извиняюсь вот смотрите они еще и толстостенные дорогие друзья не просто тоненькие такие а это сочные такие сочные сочные толстостенные есть прямо тоненькие такие вот у меня тоже такой сот есть прям паприка но она красная паприка а это вы смотрите оранжевая вкуснятина их можно вот так вот зимой запекать с мясом перец вот когда вы кладете смесь перцев там значит и в запекание до посыпаете или там яичницу если посыпаете то можно использовать вот этот перец это же перец это приправа да вы можете его использовать не добавляя смесь перцев или просто порошок черного перца вот можете нарубить смешать с мясом замариновать или же просто когда мясо запекайте вот так обкладывать вкуснятина у меня очень много других и есть там посмотрите в виде этого ну тоже такого же плана но в красном виде это просто прелесть даже сейчас один есть там вот такой ведь такой вот змейка вот он как змейка то тоже он будет в каталоге тоже для этого дела идет можно посушить его и пропустить и сделать смесь перечную разных перцев смесь да можно отдельно паприку дорогие друзья можно его мариновать какой он вкусный обалдеть вот как видите по острову перца еще у меня мысль в голову пришла в перемешку с острым перцем замариновать и будет классно будет пикантно в общем вот так дорогие друзья на очень понравился мне сорт зевс хороший сорт вообще очень урожайный 155 он очень тоже толстостенный не буду сейчас это делать ничего нарезать просто время уже уходит 162 вот это просто он попал между рогаткой разделение на побегов куста поэтому такой а так вот он весь вот такой весь весь аккуратненький такой вот тоже большой такой его можно фаршировать и а лечу из него а жарить а все на белом свете можно сделать что есть какие рецепты а это оранжевый бананчик друзья мои не могу отключиться все хочется хочется и похвалиться вам вот такими замечательными перцами вот как не поставлю на стол так просто шоке от вкуснятины и от красоты вот я уже сколько нарезала так вот это сорт испанка тоже мне досталось по наследству и мы с вами будем сейчас взвешивать этот красивый перчик 155 грамм он наикрасивейший посмотрите какой он красивый не знаю как его вам покрутить ну просто красавец посмотрите какой он шикарный чего там покушала вышла и думает куда мне пойти сейчас секундочку расскажу вам видите птичек много везде да я выставил туда для внуков арсений приехал стоит вот здесь вот бабушка а почему только а там у меня вот эта птичка есть луночка такая и там есть зернышки были зернышки сейчас уже убрала вот почему только одна птичка кушает а эти птички голодные им надо кушать дать бабушка можно я всех туда я говорю можно и он всех птичек собрал вот так вот по кругу расставил вот только вслушайтесь сюда не просто а клювиком туда всех мы так смеялись мы так все смеялись мы же утром у нас солнышко там а здесь нет солнца мы с этой стороны у нас плетеная мебель стоит потом это ее туда переносим после обеда мы здесь пьем чай кофе утром пили когда дети были да и мы с артемом просто отдохнули конечно шикарно вы не представляете маркуш это практически два месяца у меня было арсений конечно две недели и вот мы стояли смотрели как он всех собрал и говорит вот кусите кусите а аиста он не мог вытащить там артем его пределы хорошо и говорит и говорит а ты подожди чуть-чуть сейчас ети покусают а потом ки это вообще необыкновенный ребенок очень мудрый очень умный вообще в свои вот и у него 3 сентября было 3 года вы не представляете какой он умный он и считать умеет и буквы ну это просто необыкновенный ребенок это просто нет слов какой он замечательный впрочем как и все мои внуки и внучка только и милечки не было у нас а так в принципе арсений и марк уже были не раз вот поделилась с вами это было нечто мы так смеялись вообще он и и очень много таких могу примеров вам привести когда я просто вообще наслаждалась его разговором и сейчас последний разговор был утром вчера вечером я тебя люблю 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 мне в кадр бабушка а когда уехал домой утром значит никуля мне рассказывает разревелся его в садик вести он плачет хочу к бабе елене где дуатёму хочу к бабе елене и вика говорит ну давай короче мучились мучились давай собирайся сейчас папа тебя отвезет поедешь что вы думаете он моментально встал собрал все там все дела ну конечно же что там ему полагается до садика а вика ну как бы в домашней одежде мамочка он ее называет а ты чего не одевайся мы тебя ждем с папочкой он же понимает что и она должна ко мне сюда приехать он же с ней здесь был она говорит нет поедете одни вот по всячески в дороге он понимает вдруг понимает что его не туда везут я у меня в садик у меня не к бабушке елене и все с ним плохо в общем это то кирилл его оставил в садике он очень горько плакал его там взяли на ручки в общем хотел к бабушке елене и сколько он после того как уехал сколько он плакал только сейчас успокоился я говорю к бабушке елене приедешь на новый год приедешь конечно приеду бабушка я тебя люблю люблю вы не представляете я потом выложу вам один кусочек видео где Вика меня снимает мы пошли с ним снимать томаты он же ж каждое утро бабушка берет казино пошли в тюпичку томатную бабушка ой он как ее любил он там играл он из нее не выходил в печной сложнее ему там потому что дорожки поуже автоматный он разгуливался он и весь лук у меня шаман повыдергивал пришел и говорит бабушка я тебе помогла он на ну дети еще не понимают на он она она он я лук собал выдернули как он собал лук Вика говорит иди мамуль посмотри там гора твоя у лука он тебе помог выдернул лук увидел как ты выдергиваешь в общем друзья не хочу задерживать время но я вам даже не передам насколько ребенок вот единственный Арсений который любит растения он и сеет и сажает со мной когда прижает и обожает он бесконечно вдохновляется в саду он здесь находится вы не представляете утром вот так ходил по газончику и в теплице и у нас ну у меня есть кадр для семейного альбома там все это нечто он подходит к розам он с ним разговаривает как я говорит бабушка какие они красивые смотри бабушка какая басяя я пеха-баманка какая басяя сейчас он вот про вот и Глорию Дэй стоял там у каждой розочки то он и сфоткался я сюда вставлю фотографии дочка разрешила в общем это вообще Марк он конечно уже вырос из этого хочу сказать конечно он утром обихаживал все владения бабушкины снимал друзьям посылал вот как у моей бабушки выйдет прогуляется то на кресле валяется то на коконе катается то домой то есть он как бы ну тоже да но он уже большой ему 9 лет Марку вот 5 марта было 9 лет он он уже вырос больше он совершенно в другом но он тоже очень любит он проходил он снимал вот ему очень нравились вот эти два места вот эти кермек он наблюдал как он растет циния он прям вот каждый этап вот снимал сегодня расцвели 4 вот потом на следующий день а сегодня 10 то есть он вот эта роза вот в таком виде вот а еще у него есть вот я приехала он снял а теперь он снимает какие-то поэтапные а при отъезде он снимает как вот он вышел в огород я вот уезжаю от бабушки он мне показал видео надеюсь буду возвращаться вновь и вновь он очень умный отличник можете поздравить английский знает прекрасно изучает его замечательные у меня внуки одним словом так еще хочу вам показать вот кстати о паприке после бананчика это называется сорт сладкая венгерская паприка вот это вот новинка в моем каталоге видите тоже я вялю сейчас сниму семена и я обязательно посушу вы просто посмотрите какая это паприка а были экземпляры до локтя вот этот вот допустим если померить он до локтя и будем с вами сейчас вот взвешивать чтобы вы понимали немножечко девочки вот семьдесят два вот такая копья грамма восемьдесят три грамма семьдесят восемь грамм семьдесят девять первые это я последний сделала первые были вот они начинается от сто десять а да сто шестнадцать вот были вот так это просто шикарная паприка это вкуснятина их можно посушить в сушилке как я показывала у меня есть такое такое видео где я сушу все овощи и затем смешаю пускаю через измельчитель и получается ну своя галинобланка скажем так вот вот он очень хорошо подойдет и не только дорогие друзья можно сделать вот свою приправу можно и запекать в духовке я обожаю я вам такие видео показывала все овощи картофель если мясо то на мясо кладу весь противень противень и даже кабачки и потом все это запекается и я ем вы не представляете как это вкусно мои дорогие друзья и стенка у него не тонкая не буду сейчас вот просто опять нарезать время уже прошло много вот такой еще сорт есть паприки м м м м м м м н м м и Субтитры подогнал «Симон»